здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале пожалуйста дорогие зрители не удивляйтесь что я в шапке что я в шарфе сижу на самом деле я только что вернулась из пады и данечка достаточно долго болел как и любой маленький ребенок неожиданно ты никогда не знаешь когда он заболеет когда он выздоровеет и поскольку переболел он один а еще двое старших я на самом деле записывал видео по крайней мере тогда когда могу его записать и сейчас я спою забирать данечку из сада сегодня он пошел сад и у меня есть время я записываю видео почему я все это рассказываю я рассказываю потому что да я сижу в шапке волосы были примяты в падуя я была полдня в шапке соответственно прическу сделать сейчас не успеваю и речь пойдет о саморазвитии дорогие мои зрительницы мне очень приятно что видео о том как удержать мужа и метро и детей было понято в общем то так как мне бы наверное хотелось чтобы она была понятая и многие знали почему я его записываю потому что многие читали комментарии о том что ну наверное в моем исполнении тема о том как удержать мужа рядом с собой и метро и детей родив троих детей она вообще-то в моем изложении может иметь успех но могу сказать что тема саморазвития под моими видео возникает гораздо чаще чем тема о том как же удержать собственного мужа и троих детей в общем браке потому что кто-то советует мне прямо таки заняться саморазвитием отсылает меня книжечку какую-то почитать и возможно время посвятить мне записи видео прямо таки саморазвитию саморазвитию а кто-то действительно спрашивает у меня совершенно искренне яна а что у вас саморазвитием посвящаете ли вы этому время уделяете ли вы этому время и так далее и честно я никогда не задумывалась своей жизни до момента ведения канала о том саморазвиваюсь ли я и нужно ли это делать но повторюсь комментарии и вопросы они достаточно частые дорогие зрители я хочу сказать что я пришла к простому умозаключению что если мы хотим быть так называемыми развитыми людьми а очень часто люди подменяют понятия ты человек развитый саморазвитый и человек образованный и человек мудрый очень часто третьих понятия они у многих синонимичны они вообще у многих синхронизируются в то время как это совершенно разные понятия так вот если мы хотим быть людьми мудрыми не столько образованными не всем давно было пойти в университет и получить образование мы можем эту мудрость даже в 25 лет почерпнуть из книг для этого нужно просто у товарища гугла спросить 100 книг которые должен почитать современный человек он выдаст список из 100 достойнейших книг я могу сказать что я из этих книг 80 процентов совершенно точно прочитала соответственно просто взять и прочитать эти книги и ты будешь чувствовать себя будешь чувствовать себя достаточно мудрым потому что он там действительно изложена мудрость если уж не веков то одного автора и соответственно ты можешь воспринять хотя бы частично эту мудрость и иметь некий жизненный опыт просто прочитать книги не попадая в те ситуации которые допустим описаны в конкретных книгах поэтому для того чтобы набраться мудрости нужно просто взять и прочитать достойную литературу литературу в которой эта мудрость содержится для того чтобы убить человеком образованным нужно действительно образовываться в плане получения знаний получения информации здесь тоже нет никакой проблемы есть сейчас интернет мы можем образовываться получать информацию в любой сфере хотим быть адвокатом вполне можно прочитать да просто выучить гражданский кодекс любой страны и в общем то пол дела сделано если мы хотим работать либо разбираться вот в этой сфере то что касается саморазвития так называемого очень многие думают по крайней мере я в комментариях это чувствую что сама разве саморазвитие это твое некое хобби которому ты посвящаешь время я например вчера картину рисовала у меня руки без маникюра и возможно даже еще одна синяя краска потому что я рисую руками я вот наверное могла бы сказать что вчера я по саморазвивалась по что я вот посвятила время своему хобби я такая личность вдоль аду по духотворенная сижу сейчас перед вами и мужу своему могла сказать слушай я вот сейчас саморазвитием занималась как я лучше выгляжу интереснее для тебя и так далее потому что дорогие зрители я несколько даже иронизирую твое хобби то чем тебе нравится заниматься это никогда не путь к саморазвитию потому что тебе нравится этим заниматься ты делаешь это с удовольствием и однажды качество точнее количество сделанных раз ты можешь вязать ты можешь готовить потому что тебе нравится ты можешь рисовать потому что тебе нравится миллион вещей ты можешь делать так вот однажды это количество раз перерастет в качество то есть ты будешь лучше вязать ты будешь лучше рисовать потому что твой хобби ты профессионально не учишься но твой собственный опыт твоего собственное многоразового многоразовое делание приводит к тому что ты в общем то как будто бы саморазвивающаяся, как будто бы саморазвиваешься. Для меня же истинное саморазвитие состоит только в том, когда мы, ну я конкретно, поскольку речь обо мне, делаю то, что мне не нравится. И в этом свои навыки совершенствуют. У меня есть видео, как не остаться у разбитого корыта, как родить детей, как выйти замуж, не остаться у разбитого корыта. Вот так называется видео, где я говорила, что женщина в определенный момент своей жизни, как правило, этот момент совпадает и с замужеством, и с рождением первого ребенка, оказывается на нулевой ступени новой для себя лестницы. И вот здесь хотим мы признавать, либо не хотим признавать, на мой взгляд, сугубо личный взгляд, и начинается саморазвитие женское. Оно вот только тогда и начинается. Оно может произойти, может не произойти, может у кого-то лучше получится, у кого-то хуже. Мы начинаем уметь заботиться о другом человеке. Мы начинаем уметь лучше готовить, мы начинаем уметь лучше закупать продукты, мы начинаем уметь лучше убираться, мы начинаем уметь лучше содержать пространство вокруг себя. И вот на мой взгляд, как бы по бытовому это ни звучало, это единственное самосовершенствование меня, которое у меня случилось. Я стала лучше готовить, я стала лучше убираться. Стекла вообще моя гордость. Если когда я начала первый раз мыть стекла, я думала, что я заплачу, Я поняла, что вообще стекла вымыть невозможно Я решила, что не я не могу вымыть стекла без разводов А вообще их вымыть невозможно никому А теперь я знаю, что это можно сделать При этом можно сделать это быстро И я считаю, что мое саморазвитие, оно и произошлось Как раз таки во владении теми навыками Которыми я, а, не хотела овладевать И которыми, б, овладевать мне было неинтересно, неприятно Я, например, готовить не люблю Но я неплохо готовлю На данный момент, по крайней мере Еще, возможно, вчера готовила и так хорошо А завтра, возможно, буду еще лучше готовить Поэтому вопрос саморазвития, дорогие зрительницы Сколько времени я этому посвящаю Остается, с одной стороны, для меня совершенно четко и ясно закрытым Там точка стоит уже очень давно Я каждый день совершенствую свои навыки В том, в чем я, возможно, даже совершенствовать не хочу Вот, например, я стала записывать канал И многие мне говорят, боже мой, ну вот посидеть на камеру, поговорить И так далее, и так далее Развитие собственного канала Привело меня к таким открытиям Что я, в общем-то, своему мужу Который очень долго был в банковском, скажем так, сегменте Смогла однажды рассказать то, чего он не знает Это сэпа платежи Я его спросила, слушай, сэпа платеж Он говорит, а я не знаю, что такое сэпа платеж Я начала ему объяснять Говорю, ну неужели ты ни разу не сталкивался с понятием сэпа платеж Он говорит, нет А я знаю, что это такое А вот недавно, например, у меня видео перестали выгружаться. То есть из моего редактора, на котором я монтирую видео, видео перестали выгружаться. У меня появилась вот такая табличка. Я думаю, что любой блогер посидеет, уйдет в панику, увидев такую табличку. То же самое примерно случилось со мной. Я вам передать не могу, дорогие зрители. Я рассказывала, что я телефон новый себе не покупаю, в том числе потому, что я не хочу и не умею, и не хочу разбираться в переносе контактов, в осваивании нового интерфейса. Для меня это неудобно. Несмотря на то, что я перейду с гаджета одной фирмы на гаджет другой фирмы, для меня это, в общем-то, мурашки по коже. Я не люблю читать инструкции к стиральной машине. Я все путем проб и ошибок. И очень многие программы на стиральной машине, я до сих пор не знаю, как функционируют. Потому что это не мое. Вот эти технические вопросы, это не мой. Но, тем не менее, я думаю, зрители никак не почувствовали. Не то, что у меня ребенок болел вначале, это все я сказала, и вначале это произошло как раз-таки одномоментно. И Данечка болел, и видео перестали у меня выгружаться. То есть мало того, что я, Данечка болеет, я умудрилась что-то там намонтировать, и, возможно, даже что-то отснять, сейчас я не помню. А потом ты понимаешь, что ты это выгрузить не можешь. Но я не сделала сбоя в своем канале, то есть я поняла альтернативный способ выгружения видео. Сказать, как мне не хотелось этим заниматься, как бы мне хотелось кому-нибудь денежки заплатить, чтобы мне подсказали решение. Я, в общем-то, сначала попыталась на какие-то форумы сходить, и, возможно, даже найти специалиста удаленного. Но таких специалистов нет. Пришлось, что называется, саморазвиваться. Пришлось эту проблему решить самостоятельно. Поэтому, дорогие зрители, прежде всего, домохозяйки. Это видео, скорее всего, для таких, как я, для таких, как мы. Нам очень часто бросают в лицо, ты не саморазвивающийся, ты получила, возможно, высшее образование, сидишь дома, детям сопли вытираешь. Но, тем не менее, саморазвитие, оно заключается как раз-таки в том, и, возможно, женщина, которая сидит дома, именно потому, что она оказывается в ситуации, когда она на новой лестнице, на нулевой ступени, она саморазвивается гораздо больше, чем та, которая строит карьеру. Потому что та, которая строит карьеру, она идет по знакомой ей лестнице, она идет по накатанной. А все остальные начинают осваивать совершенно новые для себя навыки. И если карьеру мы строим в той области, которую мы однажды выбрали, кто-то хотел быть доктором, пошел, получил медицинское образование, кто-то хотел быть адвокатом, пошел изучать юриспруденцию, то все остальные домохозяйки, прежде всего, они осваивают то, что, возможно, осваивать, им бы и не очень хотелось, и не всегда нравилось. Поэтому вот такое саморазвитие в моем случае случается. Обязательно загуглите список из ста книг, которые должен прочитать современный человек. Я могу сказать, что, да, большую часть я прочитала, и действительно, это те книги, которые всем нам помогут стать гораздо-гораздо мудрее. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.